Добрый вечер! В эфире подробности с вами Аишат Ибрагимова. С начала года в нашем городе было зарегистрировано почти 400 ДТП, в которых погибло 27 человек и ранено 436. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение числа летальных исходов на 28%. Среди погибших и пострадавших, к сожалению, есть дети. Самыми опасными участками в городе, по сведениям полицейских, являются перекресток Аблхайрхана-Киселева, пересечение улиц Асаубарака и Акимжанова, а также пешеходный переход по улице Берсиева около здания Казмана и Газ. На АМИ на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия сотрудникам ДПП, ДТП, Сначала года проведены оперативно-профилактические мероприятия «Внимание, дети», «Безопасная дорога», «Дорога к школе» и так далее. Кроме того, совместно с совместным исполнительным органом на 18 участках возле средних школ и садиков установлены годы искусственные дорожные неровности. Было 7, существовало у нас в 7 местах, сейчас стало 25 местах. Наиболее аварийно-опасные участки установлены искусственные дорожные неровности. Если говорить о наказании, водителям, не пропустившим пешехода на зебре, грозит штраф в размере 10 МРП, это 20 тысяч тенге. Административное наказание предусмотрено и для пешеходов, нарушивших правила дорожной безопасности. Так, например, за переход улицы в неположенном месте пешеходу придется выплатить штраф в размере 10 тысяч тенге на первый раз, а при повторном нарушении полицейские могут арестовать нарушителя на трое, а то и на пять суток. С начала года 2317 водителей привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходу. Кроме того, сами пешеходы нередко бывает нарушают, которые переходят дорогу в неустановленное место. Это очень опасно, сами знаете. С начала года 6868 водителей пешеходов привлечены к административной ответственности. Сотрудниками административной полиции проводятся встречи со школьниками в рамках профилактических мероприятий. Все эти меры принимаются в целях недопущения ДТП с участием детей. К сожалению, в этом году избежать смертельных случаев на дорогах не удалось. В результате ДТП погибло двое несовершеннолетних. Буквально недавно, 12.09 в 12.43 водитель автомашины Деон Экси двигается со стороны проспекта Нокина в направлении города Ахтьея по Орской трассе напротив остановки школы Исидбатыра допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил в неустановленном месте. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка от полученных травм скончалась в скорой медицинской помощи. Всего с начала года зарегистрировано 112 фактов ДТП с участием детей. В прошлом году травмы в результате ДТП получили 89 детей, четверо скончались. К сожалению, невнимательных водителей на дорогах с каждым годом меньше не становится. А может быть, виноваты сами пешеходы, пренебрегающие правилами безопасности на дорогах? Осторожно, просто надо проезжать возле школы, потому что дети, они, как говорится, маленькие, не знают, могут выбежать нечаянно на дорогу. Не первый год ездил, опыт есть, знаю, что возле школы, где обычно всегда лежат полицейские, вот эти лежачие полицейские, знак стоит. Осторожно, всегда лучше остановиться и посмотреть по сторонам, а то от детей все можно ждать. Бывает же так, что выбегают и нечаянно сбьешь их. Нужно быть внимательными. Многие водители торопятся на дорогах. Я стараюсь ездить аккуратно, особенно около школ. Я и своего маленького сына учу, как правильно переходить дорогу. Надо наказывать родителей таких и детей, которые в неположенном месте переходят. Пешеходов вообще надо наказывать тоже, потому что они на проезжую часть, в зону повышенной опасности выходят, создают аварийные ситуации на дорогах. Взаимные обвинения пешеходов и автомобилистов к порядку на дорогах не приводят. Если говорить о безопасности, конечно же, ответственность за нашу жизнь лежит на каждом из нас. Меня чуть-чуть не сбил водитель. Я ему говорю, я же прохожу пешеходную дорогу, а он мне говорит, закрой рот ты, молодой парень. Я говорю, ты пьяный за рулем, что ли? Ты же меня чуть не задавил. Раньше мы тоже перебегали, чуть моложе были, но сейчас, конечно, свою жизнь бережешь. Машины носятся, едут, даже и не остановятся. Не соблюдают, по зебре проходишь, не соблюдают, несутся того и боишься, что я и сама попадала. Есть такие взрослые, которые вместе с детьми переходят в местах неположенных прямо вот по дороге. Как вы относитесь к таких? Это их вина. Они виноваты сами. Видишь, знают, что такое сильное движение. Машин очень много. На переходе сбивают, да, прохожих. А если где-то мимо пройти, и тем более с детьми, это им прощения нет даже. Надо ждать, чтобы там машины остановились. Потом, если есть светофор, надо смотреть на светофор и ждать, пока загорится зеленый цвет. Потом, если есть родители, надо взять за ручку и пойти. Могут там резко повернуть машину, заехать, сбить, может там еще что-то. Ну, это уже несчастный случай. Ну, просто надо штрафовать и все. Как еще? Конечно, опасно. Дети, потому что везде. Просто надо как-то за этим следить больше, да и все. И меньше будет нарушителей. Камеры, возможно, поставить нужно в таких местах, допустим, где школы и прочее. Чтобы это как-то все прослеживалось. В принципе, как-то так. А бывают такие взрослые, которые сами с детьми переходят в неположенных местах? Вот именно прямо на дорогу? Ну, таким людям уже ничего не сделаешь. Это их жизнь, их детей, поэтому они сами за себя в ответе. Вот видите, он как едет. Вот так он едет. Так же не положено. Пусть поставят вот эту камеру, видео. Вот, пожалуйста, бюджету деньги будут. Чтобы избежать трагедии, внимательными должны быть как пешеходы, так и водители. А взрослые должны чаще вести профилактические беседы с детьми о правилах дорожного движения. На этом на сегодня все. Мы напоминаем, вы можете стать нашими соавторами, если будете предлагать живые и актуальные темы. Наши координаты на ваших экранах. Всего доброго и до свидания.